На прямой связи со студией Руслан Дениченко, это соучредитель и исполнительный директор интернет-проекта StopFake. Руслан, здравствуйте, рады приветствовать. Здравствуйте. Доброе утро. Давайте, так сказать, посмотрим вперед и подумаем о том, а как и какие ресурсы сейчас имеет Российская Федерация, российская пропаганда, чтобы внедряться в те или иные информационные пространства той или иной страны, учитывая, что интернет-ресурсы, телеканалы постепенно блокируются. Ну, пример Соединенные Штаты, и мы знаем, что там будут в этом году президентские выборы, и российская пропаганда, Кремль стоит за усилиями над получением контроля над сетью местных радиостанций. Они предпринимают очень активные попытки для того, чтобы купить эти радиостанции или подкупить их для того, чтобы распространять выгодный России контент. И это проходит, ну, как бы в таком фоновом режиме, потому что, ну, не очень много внимания к этому уделено. И собственники радиостанций, местных телевизионных станций, они очень охотно идут на такое сотрудничество, потому что для них это деньги, и на многих местных радиостанциях не хватает рекламных денег для того, чтобы финансировать деятельность. И поэтому очень велик риск, что радиостанции, телевизионные станции, они начнут вещать выгодный России контент. То же самое происходит и в других странах. Мы видим в Европейском Союзе, несмотря на то, что формально запрещены и спутники, и RT, они маскируются под другие сайты. Они регистрируют сотни сайтов с другими названиями и распространяют выгодный контент. То есть это такая гонка, за которой, ну, очень сложно угнаться, когда ты можешь каждый день регистрировать новые сайты, раскручивать их, продвигать с помощью рекламы, и формально очень тяжело угнаться за вот такими усилиями. А то, что Россия предпринимает такие усилия, это очевидно. Через какие ресурсы активнее всего продвигает Российская Федерация свои нарративы? Мы видим, как в Европейском Союзе закрывали и российские пропагандистские телеканалы, такие, как и «Звезда», но их можно, да, перечислять, и они там уже не транслируются. Но вы говорите и о сайтах, и других ресурсах. Что сейчас больше всего использует Российская Федерация для продвижения дезинформации, вранья, ну и, конечно же, своих нарративов? В каждой стране они ищут какую-то свою нишу. В Соединенных Штатах, как я сказал, там может быть использование соцсетей, использование местных станций. В каких-то других странах, в Латинской Америке, скажем, там могут быть другие какие-то подходы для продвижения пророссийских нарративов. Там они подкупают местные станции, используют медиа испаноязычные, португалоязычные, для того, чтобы потом эти нарративы, ну как бы, отмывать и направлять уже их, таргетировать аудитории в том же Европейском Союзе. Для европейцев там в Испании, например, не будет выглядеть этот контент российским, он будет выглядеть каким-то латиноамериканским, аргентинским, мексиканским или еще каким-то. То есть он фактически, таким образом, они скрывают происхождение этого контента. Поэтому где-то могут, может быть, Телеграм или другие мессенджеры, соцсети. То есть они выбирают в каждой конкретной стране, на каждом конкретном рынке наиболее удобный для себя и наиболее выгодный для себя способ для того, чтобы повлиять на людей. Ну и, естественно, используют его для того, чтобы достичь каких-то своих результатов, продвинуть свои интересы. Или, наоборот, посеять хаос в той или иной стране. В Соединенных Штатах, например, они могут... Вот ситуация, которая сейчас в Соединенных Штатах, очень выгодна. Там, хотя и находятся при власти силы политические, которые поддерживают Украину, но формально поддержки нет. Потому что наступила ситуация такого хаоса, противостояния в Конгрессе. И это именно то, что выгодно России. Какие страны больше всего подвержены российской пропаганде? Это один момент. И сколько денег, получается, на это все идет, учитывая, что во многих странах интерес Российской Федерации огромен. И, конечно же, влияние тоже огромное и желательное. Это один момент. И как этому всему противостоять? Ну, я уже назвал Соединенные Штаты, которые находятся накануне выборов. Другие страны, где тоже будут выборы. Мы видели, например, как осенью прошлого года и Польша, и Словакия, где были выборы, тоже были очень активные российские пропагандисты. Их пропагандистская машина, которая пыталась повлиять на эти выборы для того, чтобы результат был выгоден России. Поэтому мы не исключаем, и мы уже видим усилия российской пропаганды, нацеленные на Францию. Как только президент этой страны стал занимать более активную позицию по отношению к России, естественно, сразу же усилились и действия России, направленные на то, чтобы подорвать авторитет этой страны, рассорить Францию с другими партнерами, в первую очередь с Германией, для того, чтобы усилить противостояние, появились какие-то конфликты, для того, чтобы Европейскому Союзу тоже было намного тяжелее оказывать поддержку Украине и, в первую очередь, финансовую и военную поддержку. Какие на сегодняшний день самые эффективные способы борьбы с дезинформацией, с пропагандой российской вы видите? Ну вот Латвия показывает пример блокирования огромного количества сайтов, которые распространяют дезинформацию и пытаются влиять на латвийскую аудиторию, русскоязычную аудиторию в Латвии или людей, которые говорят на латышском языке. Поэтому здесь, опять-таки, главное правило не игнорировать проблемы. В каждой стране могут быть какие-то свои решения, но эти решения должны быть быстрыми и эффективными. Если мы будем тратить месяцы или годы на то, чтобы на каких-то конференциях найти какое-то решение, Россия будет всегда побеждать. Поэтому главное для тех, кто хочет показать эффективность в противодействии российской пропаганде, это быть очень быстрым и очень гибким. Потому что это то, что показывает Россия. Она использует новые тактики, новые подходы, новые технологии, искусственный интеллект для того, чтобы ее усилия были эффективными. Они имеют огромные финансовые ресурсы, и поэтому, как правило, или очень часто те спецоперации, которые проводит Россия, они оказываются эффективными, они имеют результативность. Что бы этого не было, такую же эффективность должны показывать и Европейский Союз, Соединенные Штаты и все страны, где работает или пытается работать Россия. Ну а вот Министерство иностранных дел Эстонии объявило сотрудника посольства Российской Федерации персоной Нонградом, представителю Депведомства дали понять, что Эстония не намерена терпеть действия подрывающей независимости и суверенитет страны. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что посольство Российской Федерации недопустимо вмешалось во внутренние дела их государства, а конкретнее в процесс правосудия, завладев документами уголовного дела и способствуя их публикации в российских социальных сетях. Давайте услышим и потом обсудим. Гибридные операции против безопасности Эстонской Республики, координируемые российскими спецслужбами, должны прекратиться. Мы не потерпим и не примем вмешательства во внутренние дела Эстонии и будем быстро и конкретно реагировать на подобные ситуации. Высылая дипломата, мы показываем, что Эстония не потерпит на своей территории никаких действий, организованных иностранным государством. Маргус Цахтна, министр иностранных дел Эстонии. Вот и такие действия тоже предпринимаются. Руслан, вот вы также обозначали, что очень много денег Российская Федерация тратит на, конечно же, свои интересы. А вот всегда было интересно, а неужели невозможно эти деньги отслететь? Или они вот так вот и через посольство интегрируют, скажем так, финансово поддерживая те ресурсы, которые вы выше уже называли, чтобы, конечно же, они транслировали интересы Российской Федерации пропаганду? Ну, вы абсолютно правы. Еще один способ, как сделать работу российской пропаганды менее эффективной, это ограничить финансовые потоки, которыми российская пропаганда поддерживает или своих каких-то партнеров, или покупает те же телевизионные радиостанции где-то за рубежом. Но очень часто бывает сложно отследить эти финансовые потоки. Используются криптовалюты, используются какие-то теневые схемы для того, чтобы обойти какие-то санкции. То есть, россияне очень гибкие в этом плане, но это не значит, что эти усилия нужно останавливать. И поэтому не нужно останавливать, и с этим не нужно бороться. Поэтому задача номер один – это ограничить эти финансовые потоки, которыми Российская Федерация пытается повлиять и на выборы, и на внутреннюю политику в европейских странах, в странах Африки, Латинской Америки. Ну и, естественно, очень важно тоже, чтобы продолжались операции, как, например, по уничтожению нефтеперерабатывающих заводов или военного флота России. И эта информация появляется и в западных СМИ, и во многих мировых СМИ. И она просто множит на ноль все усилия России для того, чтобы показать, что спецоперация, так называемая, идет по плану, что Путин все придумал и все спланировал на много лет или месяцев вперед. Поэтому вот такие успешные спецоперации, как, например, сейчас в Курске, в Белгороде, то есть очень сложно российской пропаганде показать, что это все спланировано Путином, что все идет по плану. Когда в России появляются беженцы, когда Россия теряет населенные пункты, люди, россияне, имею в виду, они начинают сомневаться в правильности политики, которую избрал Путин и которую проводит Кремль. И это подрывает доверие к тем месседжам, которые пытается распространять Кремль. В контексте, напоследок, борьбы с дезинформацией, в которой заинтересована Российская Федерация, помогают ли контраргументы, контрпропаганда и действия на каждое вредное, скажем так, и неправдивое информацию, сообщение, фейк, скажем так, помогать ли сразу же реагировать на это и развенчивость, скажем так, ту или иную неправду? Наша организация StopFake, мы уже 10 лет занимаемся противодействием дезинформации и пропагандой, и мы просто берем и проверяем эту дезинформацию. То есть мы показываем нашим читателям, нашим зрителям, что российские медиа врут, Кремль врет. Мы просто помогли сделать российские медиа токсичными. И очень часто они выглядят смешными, когда та информация, которую они придумали, она была дезавуирована. И все увидели, например, по ситуации с сбитым малазийским Боингом, как Россия врала, причем врала на самом высоком уровне. То есть подрыв доверия – это тоже очень важная вещь, которая… То есть Россия создает оружие, инвестирует в него миллиарды долларов, а эта пропагандистская машина перестает работать так, как Россия на это рассчитывает, потому что те фейки, которые в промышленных масштабах производит Россия, им просто никто не будет верить, потому что все, что исходит из России, все, что говорит Кремль, это будет априори считаться враньем. Огромное вам спасибо за то, что нашли время присоединиться к эфиру. Всегда рады вам в эфир «Фридом». Руслан Дениченко, соучредитель и исполнительный директор интернет-проекта StopFake, был с нами на прямой связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале «Фридом». Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...